всем привет после небольшой паузы мы продолжаем смотреть жемчужинный шахмат то есть красивые партии последний ролик давно записывал по ним надо возобновлять это дело итак белыми играл ефим геля а черными оскар пано партия игралась в 1955 году 60 лет назад и давайте посмотрим что в ней было ефим сыграл е4 черно ответили c5 конь f3 d6 у нас сицилианская защита значит будет что-то интересное ну обычно так и получается в ней или правильно сказать получалось там сейчас в сицилианке не так весело после сломба 5 Расалима а6 и это вариант Найдорфа вариант Найдорфа и геля разбирает продолжение слон g5 в этой позиции е6 f4 вот такой вот бодрый план за белых черные развиваются заканчивают развитие королевского фланга ферзь f3 выжигывает ферзя в дебюте нехорошо выводить да вот он попадет под бои и прочь но тут другая история вот в ренте этого ферзя тяжело как-то достать а он тут хорошо стоит он уже нацелен на атаку и так далее плюс готовится возможно при случае длинная рокировка черные сыграли h6 попытка избавиться от чернопольного слона белых но слон h4 g5 g5 вот черные в этой партии играли с огнем вот конкретно не знаю не очень знаток варианта вот этого всего но выглядит очень рискованно за что черные и поплатились в итоге g5 fg и теперь конечно задумка черных была в том чтобы сыграть конь d7 конь d7 пешка g5 просто связана и она дальше не двинуться ничего не может то есть это была не отдача черные отыгрывают пешку на g5 вроде как вроде как но началось началось черные играли рискованно расслабили позицию короля и потому конечно последовало можно нажать на паузу поискать но по моему стандартный такой удар и вообще классическая тема это конь бьет е6 конь бьет е6 чтобы разрушить прикрытие черного короля ну надо брать да отдают бьет е6 просто бесплатно атака будет черные взяли и fh5 шаг в этом вся идея король уходит на линию f черный но эту позицию эта позиция возникала уже не один раз до этой партии и черные ну добровольно шли на нее потому что да их атакуют но лишняя фигура есть лишняя фигура а план план то черных вполне ясен и понятен смотрите пешка е4 она изолированная соседних пешек нет и поле е5 перед ней слабая ну то есть фигура которая встанет перед ней невозможно прогнать пешкой это называется форпост и в плане черных был такой ход как просто конь е5 вот так сбить его с таким конем на е5 никакая атака воли не страшна черным если белый попробует сыграть слон g3 с идеей выбить то черные сыграет конь bd7 просто и укрепят вот эту связку коней на е5 просто крепят на слон е5 просто конь е5 другой конь придет и добраться уже будет до черных не так просто а фигуры у белых нет но не просто так гиллер ведь пошел в это и я предлагаю вот тут уже нажать на паузу и подумать а как играть белым в чем идея была вот того чего затеял ефим идея в том чтобы помешать черным залезть конем на е5 и вот такую связочку коней устроиться этому надо плану как-то мешать и последовало совсем неожиданное я вот лечу эту партию пока потому что реально вот я посмотрел у меня такое удивление было типа ну нифига себе белые сыграли слон b5 слон под бой пешки вот так встает бодро но но брать его например опасно то есть не опасно вообще нельзя что будет если взять давайте посмотрим а б рокировка в шах слон f6 gf и дальше ферзь идет белых на g6 с неприятными угрозами и так далее может показаться что в ученых вроде как бы можно попробовать побыкаться и сыграть ферзь е8 но проигрывает сразу после х7 черный ферзь просто попался вот так пешка ловит поэтому у белых тут серьезнейшая инициатива а так черные еще совсем не развиты значит брать этого слона ни в коем случае нельзя и в партии черные продолжили ну просто развиваться и проводить свой план в жизнь они сыграли конь е5 конь сяну пришел то что белый слон под боем просто игнорится и белые сыграли слон g3 но опять таки как я уже говорил идея просто избавиться от этого коня в центре который хорошо так защищает позицию черных и вот теперь то становится понятно вся идея хода слон b5 вот именно сейчас если черные захотят защитить коня конем как они и планировали конь b7 то последует просто слон бьет d7 и нет уже вот этой связки коней а линии f теперь свободно то есть белые будут сильно очень атаковать черных и черные ног не унесут скорее всего а так ну кто знает что случится спустя несколько лет вот после этой партии было найдено что за черных тот защищал ход позицию спустя несколько лет только после партии это ход ладья h7 ладья по 7 защищает но поднять это тяжело поднять это тяжело и на слон g3 потому черные сыграли не так они просто не видели эту идею а сыграли слон бьет g5 слишком бодро наверное лопать пешки в такой позиции когда тебя атакуют надо было все таки поискать что-то защитительное может черные нашли бы ладья h7 белого кировали шар опять таки и король е7 сыграли только так нельзя слон f6 играть понятное дело из-за слон бьет е5 д е фержи 6 и слон f6 опадает снова вот этот слон на b5 который вот так надо было стоит на втором пешке опять мешает сыграть ну просто слон d7 будет на конь d7 и черных добивают потому на рокировка была сыграли король е7 понятное дело что нельзя на рокировку играть ну королем по линии g на g8 это очевидно просто вышибается вот этот конь и поле f7 поле g6 ладья по линии f белые просто матуют черных вот и все потому король е7 именно пошли черные последовало слон бьет е5 выбили этого коня белые ферзь b6 шах белые просто отошли черные сыграли d e теперь ферзь f7 шах и на самом деле уже просто идет добивание черный король выгоняется в лагерь белых прям на ферзевой фланг и он там получит мат и давайте посмотрим как это было король d6 ладья d1 теперь если черные пойдут король c5 то последует симпатичнейший мат нескольких ходов можете поискать то главное вот увидеть вот такую геометрию что вводит ферзь белых далеко на f7 но ферзь f2 ферзь f2 и все король b4 другого нет a3 король a5 другого нет и белый ставит мат пешкой на b4 вот если бы партия так закончилась было бы очень красиво но черные это конечно увидели и решили откупиться ферзем ну надо брать ладья бьет d4 ed e5 шах все вскрывается белые фигуры пинают вот эти все абсолютно все фигуры что есть у белых ну короля не считаем они участвуют в игре а ученых из всех фигур ну что сейчас на доске выведем один слон на g5 а вот эти товарищи все спят поэтому неудивительно что так партия закончилась такого допускать нельзя был сыгран король c5 ферзь c7 шах конь c6 и просто слон бьет c6 и черные сдались потому что позиция их просто печальная например на dc последует еще и слон бьет b7 шах ну а на взятие слона предлагаю тоже вам поискать мат такой короткий легко считается тут на самом деле просто мат в два хода это ферзь а5 шах король c4 но другого нет и мат снова пешкой b3 вот потому то после того как белые взяли слон бьет c6 черные сдались белые выиграли на двадцать третьем ходу ну вот на этом все всем пока надеюсь вам понравилось это видео это партия я нашел книжечку я партию из книг беру и там сборник просто таких ярких побед советских грозьмистов в советское время и вот это первая откуда первая партия которую я оттуда взял дальше будет еще интересней ну вот на этом всем пока а а и а 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